Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слова Божия. Мы продолжаем с вами изучение книг «Деяния апостолов» на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим 20 главу. По прекращению мятежа Павел, призвав учеников и дав им наставления, и, простившись с ними, вышел и пошел в Македонию. Пройдя же те места и проповедов верующим обильное наставление, пришел в Элладу. Там пробыл он три месяца. Когда же, по случаю возмущения, сделанного против него иудеями, он хотел отправиться в Сирию, то пришло ему на мысль возвратиться через Македонию. Его сопровождали до Асии Сосипатор, Пиров, Вериянин, и из Фессалникицев Аристарх и Секунд, и Гайя Деревьянин, и Тимофей, и Осийцы, Тихик и Трофим. Они, пройдя вперед, ожидали нас в Трааде. А мы после дней опресночных отплыли из Филипп и дней в пять прибыли к ним в Трааду, где пробыли семь дней. Видим, что евангелист Лука достаточно подробно отписывает, как человек, у которого была светская профессия врач, он был медик. Для него все вот эти вот подробности, куда приплыли, кто сопровождал, они как для человека такого образованного и пунктуального, человека такого даже педантичного в некоторых вопросах, связанного с его профессиональной деятельностью, для нас, в общем-то, являются таким бесценным, бесценной информацией, которую он вносит в книгу «Деяния апостолов», рассказывая все вот эти подробности, как апостол Павел, это его третье путешествие. И видя эти города, если бы у нас карта была, мы бы могли бы сейчас проследить, видя, как апостол Павел действительно проделывает этот путь. Я вам скажу, что путь не малый и не близкий. Далее, в седьмом стихе сказано о том, что в первый же день недели, когда ученики собирались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. Мы видим, что в первый день недели ученики собираются для преломления хлеба. Что такое преломление хлеба? Это прообраз Евхаристии. Но не было, конечно, тогда еще такой вот литургии, как у нас. Это более позднее уже период здесь, ближе к Византии, византийский период, может быть, где-то третий, второй, третий век, начала складываться вот такая вот литургия, которая окончательно была уже принята в начале четвертого века, ее стройность, ее красота, литургия Иоанна Златоуста, святителя Василия Великого. Но тогда ученики еще как вот могли, в простоте собирались и преломляли хлеб. То есть была определенная обстановка, трапеза, тайны вечеря. И здесь мы видим, что они собираются именно в первый день недели. Для нас это очень важно, потому что есть люди, например, адвентисты седьмого дня, которые до сегодняшнего времени продолжают соблюдать седьмой день, субботу. И говорят, что вот в Библии очень много сказано о субботе, что апостол Павел ходил в день субботний в синагогу, Христос входил в день субботний. Ну давайте посмотрим, зачем ходил Христос в синагогу в день субботний. Потому что там собирались в субботу иудеи. Ну зачем уйти? В воскресенье там никого нет. А потом надо разделять события, которые были до воскресенья и после воскресенья. Действительно, до воскресенья соблюдать до воскресенья Христа соблюдать воскресный день было бы предательством Христа. Почему? Потому что это был день солнца. Потому что надо было соблюдать иудею правоверному какой закон? Закон иудейский. Сам Христос сказал об этом. Я пришел не нарушить закон, но исполнить. Поэтому действительно до светлого воскресенья Христова все соблюдали субботу. Но после воскресенья субботу продолжаем и мы сегодня соблюдать. У нас, например, есть Дмитриевские родительские субботы. В субботу, например, нет поста. В субботу мы соблюдаем как памятник творения. Мы помним о том, что Бог является творцом этого мира. Как об этом и сказано в Священном Писании. О причине, почему именно необходимо соблюдать субботу. Потому что шесть дней Господь сотворил весь мир, а в день седьмой почил. Но в послании апостола Павла в втором послании Коринфян 5 глава 17 стих уже говорится. Кто во Христе, тут новое творение. Прежнее прошло, теперь все новое. И мы видим, что апостол Павел со своими учениками и учениками Христова не собираются в первый день недели это воскресенье. Не надо адвентистам, между прочим, объяснять, что первый день недели это воскресенье. Поэтому обратим на это внимание. Где говорится, например, у апостола Павла в послании к евреям, что всему для народа Божия остается субботство, хочу обратить внимание. Не сказано суббота, а субботство. То есть субботство, день покоя. А где мы обретаем покой? Конечно, во Христе. Потому что сам Христос призывает нас и говорит, придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. И найдете покой душам вашим. Истинный покой мы обретаем во Христе, а не просто во временном пространстве. Итак, далее, в горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Во время продолжительной беседы Павлова один юноша именем Ефтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись, сонный упал вниз третьего жилья и поднят мертвым. Павел, сойдя, пал на него и обняв его, сказал, не тревожьтесь, ибо душа его в нем. Взойдя же и, преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно даже до рассвета и потом вышел. Между тем отрока привели живого и немого утешились. Живого и немого утешились. Мы пошли вперед на корабль и поплыли в Ас, чтобы взять оттуда Павла, ибо он так сказал нам, намереваясь, сам иди пешком. Видим, что апостол Павел намеревался уходить, поэтому это была последняя тайная вечеря и он продолжил свою беседу достаточно долго, потом мы увидим еще причину, по которой он продолжает эту беседу долго, что больше его возвращения не будет и в Ас он больше не вернется, он об этом скажет, это будет его последнее путешествие миссионерское, потом претерпит мученическую кончину. И здесь этот Евтих, который сидел на подоконнике, свидетель Леонид Златоуст пишет о том, что он человек работал, был молодой, поэтому работал целый день и пришел после после работы для того, чтобы услышать апостола Павла и настолько устал, но сел на подоконнике, а подоконника там было, стекол не было тогда, это были просто либо решетки, либо полностью ставни закрывались и, наверное, ставни не были защелкнуты, и он от усталости прошатнулся и упал. Но мы видим, что огорчения не произошло, апостол Павел тут же подбежал к нему и сказал, что он жив, душа его в нем, и действительно этот юноша остался жив. Интересно, что еще здесь заметить, что да, отрика привели живого и немало утешились. И дальше, да, дальше уже апостол пишет, мы пошли вперед и на корабле поплыли в Аз, чтобы принять туда Павла. И вот так приказал нам навирать сам эти пешком. Вот здесь интересно, что апостол Павел шел пешком, а они шли на корабле. А есть историки, которые достаточно скрупулезно исследуют пути апостола Павла и говорят, что по морю было дольше 50 километров, а по пешком по 30 примерно километров. Апостол Павел, может быть, по этой причине пошел, но пешком, другие отцы говорят, например, тоже свидетель Златоуст, вот он пишет о том, что апостол Павел увидел, что ему может угрожать опасность, опасность на корабле, потому что иудеи его везде преследовали, а надо помнить, что они идут не просто даже одни, там две опасности, от иудеев и от грабителей могла быть на корабле, а на корабле человек очень легко избавиться, забрать и был человек, и нет человека. Но апостол Павел несет еще, вспомним, что пожертвование для Иерусалимской церкви, и мог об этом кто-то знать, то есть могли и ограбить. А личность его была известна многим, многим иудеям, и язычникам, а вот учеников нет, ну мало народа, народ там какой-то. И поэтому он как бы не хотел и себя, не хотел и учеников своих, скажем так, подставлять, и обезопасить для того, чтобы все это донести до Иерусалима. Когда же он сошел с нами в Аси, то взяв его мы прибыли в Метелину. И отплыв оттуда, в следующий день мы становились против Хиоса и на другой пристали к Самосу и пробыв в Трагилии в следующий день прибыли в Мелит. Ибо Павлу рассудилось миновать Ефес, чтобы не замедлить ему в Асии, потому что он поспешал, если можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме. Видим, что апостол Павел по традиции хочет быть в Иерусалиме. Не только потому, что он хотел прийти на праздник, но он понимал, что в день Пятидесятницы в Иерусалиме соберутся и апостолы, и ученики, и многие вернутся из миссионерских путешествий, и Варнау, возможно, и другие апостолы, которые зашлись по всему свету, чтобы их увидеть, но и другая цель, миссионерская цель. Помните, в день Пятидесятницы в Иерусалим собиралось множество иудеев, и ельнов, и жителей Месопотамии, Каппадокии, Понте, Асии, и прочее, что перечисляется во второй главе. Поэтому он поспешает, чтобы не упустить эту возможность. И далее мы видим, из Мелитежи, послав Ефес, он призвал пресвитеров в церковь, и когда они пришли к нему, он сказал им. Вот 18 глава, начиная с 18 по 38, апостол Павел дает наставление пресвитерам и епископам о том, как беречь церковь Божию и как служить людям и Богу, Богу и людям. Смотрите, что он говорит. Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел Вася и все время был с вами, работая Господу со всяким смиреномудрым и многими слезами среди искушений, приключившихся мне по замышлениям иудеев. Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародные по домам, возвещая иудеям и еленам покаяние перед Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой во всем городам, по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю, не дорожу свою жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. Смотрите, братья и сестры, какие сильные слова апостола Павла. Он говорит, я и жизнью своей даже жизнь свою не жалею, лишь бы только совершить благовестие Евангелия. Слово Божие, благодать Слово Божие. И далее продолжает. И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего. Здесь апостол Павел действительно пророчески говорит о том, что ему придется претерпеть и быть казнену, да, и убитого. И он говорит, что не увидите больше лица моего, все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Что означают эти слова, чист я от крови всех? Вот, например, сейчас посмотрим, у кого-то из отцов я это найду. Да, есть вот святитель Иоанн Златоуста, он пишет, чист я от крови всех, ибо я не упускал возможности возвещать вам всю волю Божию. И святитель Иоанн Златоуст пишет, цитата, видишь ли, как он устрашает и поражает удрученные скорби души их. И хорошо, потому что это было необходимо. Не упускал, говорит, возвещать вам всю волю Божию, следовательно, смотрите, как апостол, как святитель Иоанн Златоуст пишет, следовательно, не возвещающий виновен в крови, то есть в убийстве. Ничего не может быть ужаснее этого. Он показывает, что и они, если не делают этого, то виновны в крови. По-видимому, он защищает себя, но вместе и устрашает их. Конец цитаты. То есть тот, кто не проповедует, тот повинен в крови Божией, говорит, он вы поставили на это дело. Пресвитеры, Ефески, пастыри Божии, поставлены на дело проповеди Евангелия. Если не проповедуете, повинены в крови. И далее продолжает. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями пастить церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью своей. Утверждение на тебя надеющиеся, то, что мы поим. Утверди, Господи, церковь, юже стяжал и си святые твои крови. И он предупреждает, что не вы сами собрали этих людей, а Бог вас поставил пастить церковь Божию и напоминает, который он себя приобрел кровью своей. Ибо я знаю, что по отшествию моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо. Действительно, с первых веков христианства различные ереси, нестроения, искажения учений, искажения того самого пути Господнего, которым апостол Павел наставлял иудеев, и еленов, и учеников. Так и говорит. Ибо я знаю, что по отшествию моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо. И из вас самих вас станут люди, которые будут говорить привратно, дабы влечь учеников за собою. Известные все эти древние ереси. И ересь Ария, и Нистория, и Новоциани, все они искажали восприятие Божьего пути. Все они искажали путь к Царствию Божию. Арияне учили, что Христос это всего лишь только человек и терялся сам смысл жертвы Христа и его воскресения. Нисторияне раздвоили Христа и его человеческую божественную природу. Новоциани говорили о том, кто отпал от церкви, если он даже кается, не надо их принимать. Проявляли такую жестокость, забывая слова, будьте милосердны, как Отец ваш небесный. Все это исполнилось. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить перевратно, добавлять учеников за собою. Посему бодрствуйте, то есть будьте внимательны, памятая, что я три года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья, Богу, и слово благодати его, могущему назидать вас боли и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Как он скажет апостол Павел об этом в другом месте. Я искал не вашего, а вас. Как это важно услышать эти слова, имеющим соблазн искать чьего-то, а не самих людей. Искал, говорит, не вашего, а вас. Ни серебра, ни золота, ни одежды, я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывшим при мне послужили руки Моисии. Во всем показал я вам, что так трудясь, надо поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса. Ибо он сам сказал блаженнее давать, нежели принимать. Сказав это, он преклонил колени свои и со всеми ими помолился. Тогда немалый плач был у всех, и, падая на вы и Павла, целовали его, скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его, и провожали его до корабля. Действительно, то, что апостол Павел дает такое наставление и предостережение, говорит, если те, кто не проповедует Слово Божие, а кто на это поставлен, у кого есть такое благословение, те повинны в крови Христовой, предостерегает, что войдут хищные волки, дабы привлечь учеников за собой, то есть люди, которые будут искать свою личную корысть и выгоду в церковном служении. Все эти предостережения есть. Мы знаем в истории церкви этих множества примеров, когда были люди, о которых предупреждал апостол Павел. И вот прощание с апостолом Павлом. Действительно, эти пресвитеры больше никогда не увидят апостола Павла. Он как римский гражданин будет усечен мечом, посажен в темницу и усечен мечом. сегодня есть в Италии, в Риме храм апостола Павла. По милости Божией, два года назад я посещал этот храм. Это, конечно, католический костел, но там есть и памятник. Ну, в этом храме молиться я не стал, но, тем не менее, само место действительно достаточно свято. Был и в тюрьме, где был апостол Павел вместе с силой, и по тюремный страж, когда был крещен. Вот эти слова апостола Павла, его прощальные слова с эфесскими пресвитерами, они действительно очень важны не только для того времени, но на все века, как наставление, как вразумление и как предостережение всем нам, о чем так Господь Иисус Христос и скажет и о древней, о древней пророк так и говорил, есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. А Господь Иисус Христос так и скажет, широки врата и пространен путь, и многие идут им, и узок путь, и не каждый находит его. Вот это удост пути, о которой предупреждает здесь апостол Павел словами «бодрствуйте, бодрствуйте, будьте внимательны к слышанному, как он скажет об этом другом месте, чтобы не отпасть». Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok